Несогласная заключенная Роза Тулитаева в ближайшее время не может надеяться на смягчение условий. По крайней мере, так считает казахстанская правосудие. По всем срокам ее ходатайство подходит. По закону можно перевести в колонию поселения. У нее нет каких-либо взысканий. У начальника тюрьмы к ней тоже нет никаких претензий. По словам адвоката, суд объяснил причину отказа тем, что Роза социально опасна для общества. Тулитаева была одним из вожаков во время забастовки нефтяников жена Озена. После расстрела рабочих по решению суда, ее признали организатором беспорядков и осудили на 7 лет. 28 июня одним приказом Озен Мунайгас уволил 280 человек. Это грубейшее нарушение 305-й статьи. Коррумпированные руководители нарушают все законы. Им наплевать на слова президента и на глаз народа. Сейчас Роза серьезно больна. У нее аденома печени, требуется операция. По словам родных, сделать ее можно только в колонии-поселении, но туда Тулитаеву не переводят. Нурсулу у Тарбаева поддерживала Розу и других нефтяников во время противостояния между компанией Озен Мунайгас и рабочими. Сегодня женщина рассказывает, даже те, кто остался на свободе, находятся под неусыпным контролем властей. Сама Нурсулу тоже приехала в Алма-Аты на лечение. Я думала, что буду спокойно готовиться к операции. За нами до сих пор следят, наши телефоны прослушивают. Даже спокойно ходить перестали. Нефтяников и в тюрьме не жалуют. Почему они должны отвечать за чужие грехи? Захочет ли Роза Тулитаева подать повторное прошение, решать ей самой. В следующем году ей исполнится 50. На свободе Розу ждут трое детей. Пока мать в тюрьме, о них заботится старшая дочь. Кирилл Михайлов, Канат Леуханов, специально для 1612.